В этой лекции мы с вами разберемся, какими бывают кредиты и займы. Какой бы ни была ситуация, из-за которой вы решили воспользоваться заемными средствами, нужно помнить, если вы решили взять в долг, то должны быть уверены в том, что вы сможете его вернуть. Выбор же конкретного вида кредита или займа зависит от того, на что вы собираетесь потратить деньги и какая сумма вам для этого нужна. От цели зависит, какие условия кредита вам подойдут. От нужной суммы и того, сколько вы сможете платить в месяц, зависит срок, в который вы погасите кредит. Все эти параметры и определяют выбор. Выбираем, кредит или заем. Принципы кредитования – платность, возвратность и срочность. Это значит, что за пользование заемными средствами всегда нужно платить, как правило, определенный процент, а долг нужно не просто вернуть, но и сделать это точно выговоренный срок. При этом вариантов кредитов и займов существует великое множество в зависимости от сроков, условий и требований к заемщику. Для начала разберемся в различиях между кредитом и займом. Банк выдает кредиты. Микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы и ломбарды выдают займы. Срок оформления кредита – медленный. Срок оформления займа – быстрее. Для получения кредита личное присутствие почти всегда обязательно, а для получения займа – нет. Бывают даже онлайн-займы. Требование к заемщику при получении кредита выше, чем при получении займа, при этом стоимость кредита ниже, чем стоимость займа. Таким образом, чем больше удобства для заемщика в сроках или требованиях, тем выше риск для кредитора и, следовательно, выше стоимость кредита или займа. Поэтому для каждой конкретной ситуации есть свое решение. Масштабные цели требуют больше денег, а значит и гасить кредит придется дольше. К тому же от того, раскрываете ли вы банку цель кредита или нет, зависит, какие условия вам предложит банк. Долгосрочный кредит выплачивают больше пяти лет. Как правило, его берут с четко сформулированной целью, чтобы купить землю, машину или жилье. Для этого существуют специальные виды кредитов, например, ипотечный и автокредит. Они имеют свои особенности, связанные с оформлением страховок, залогом, требованиями к заемщикам. Но при этом такие кредиты оказываются выгоднее, чем нецелевой потребительский кредит. Нецелевой кредит выдается на любые цели, то есть вы можете не отчитываться о своих тратах перед кредитором, но процентная ставка по такому кредиту, скорее всего, будет выше, чем у целевого. Для запланированных крупных трат, таких как лечение, ремонт или свадебное путешествие вашей мечты, подойдет потребительский кредит, который обычно оформляют на средний срок. Для небольших трат подойдет кредитная карта, если, конечно, оформить ее заранее, или микрозаем, если у вас острый дефицит не только денег, но и времени. Также не стоит забывать про экспресс-кредиты, которые часто предлагают на конкретную покупку непосредственно в магазине, например, стиральную машину в салоне бытовой техники. Такие кредиты имеют свои преимущества. Они оформляются на месте, очень быстро, с минимумом документов, но и проценты по ним выше, чем по обычному потребительскому кредиту. Какой кредит выбрать? С гарантией или без? Чем больше у кредитора подтверждений, что вы надежный клиент, тем охотнее он даст вам в долг. Тут в ход может идти хорошая кредитная история, документы, подтверждающие платежеспособность, залог или поручительство. Залог – это ваше имущество, деньги или ценности, которые вы гарантируете отдать банку, если не выплатите кредит. Если вы берете ипотеку или автокредит, залогом становится сама недвижимость или сам автомобиль. Поручительство – это обязательство, которое берет на себя ваш друг или родственник перед кредитором. Этот человек подписывает договор, который гарантирует, что вы отдадите кредит или заем. Если вы не сможете это сделать, кредитор заставит платить вашего поручителя. Созаемщик – это человек, который берет кредит или заем вместе с вами, как правило, близкий родственник. Он тоже несет ответственность за погашение долга. Обычно созаемщиков привлекают, когда речь идет о крупной сумме, а доходов одного человека не хватает на то, чтобы выплачивать такой кредит. Кредит с залогом или поручительством называется обеспеченным. Созаемщик – еще одна гарантия для кредитора, что вы вернете деньги. Необеспеченные кредиты выдаются без залога и поручительства. Это риск для кредиторов, поэтому обычно такие кредиты выдают с более высокой процентной ставкой, чем по обеспеченным кредитам. Но бывают и исключения. Например, банки нередко предлагают льготные ставки для зарплатных клиентов, тех, кто получает зарплату на карту этого банка. Как вы будете гасить кредит? Гасить кредит или заем можно разными способами – постепенно или единовременно. Есть два способа постепенного погашения. Способ первый – дифференцированные платежи. Основная сумма кредита делится на равные части, а платеж по процентам уменьшается с каждым месяцем. В первый месяц вы заплатите самый большой платеж, а в последний – самый маленький. Способ второй – аннуитетные платежи. На протяжении всего времени размер ежемесячного платежа меняться не будет. При аннуитетных платежах удобнее планировать свой бюджет. Правда, из-за фиксированного платежа вы, скорее всего, в итоге заплатите банку больше, чем при дифференцированном платеже. Можно погашать кредит и единовременным платежом, что характерно для краткосрочных займов. Это позволяет отложить возврат кредита или займа и уплату процентов до конца срока по договору, но требует от заемщика наличия всей суммы к этой дате. Брать такой кредит стоит только если вы точно знаете, к моменту, когда придет время его погасить, у вас появится нужная сумма. Бывает так, что вы полностью возвращаете сумму, которую взяли в кредит в конце установленного срока, но при этом каждый месяц выплачиваете проценты. Минимальные платежи подтверждают платежеспособность заемщика, но, как правило, не обеспечивают достаточное для существенного уменьшения задолженности погашение. Такой тип погашения обычно свойственен для кредитных карт. Так какой же кредит выбрать? Вам предстоит выбирать уже из готовых кредитных предложений. Сформулируйте, сколько времени вам нужно, чтобы погасить кредит. Будете ли вы рассказывать банку о том, на что берете деньги, и готовы ли оформить залог. Это ваши основные требования к кредиту. А вот как именно вы будете его выплачивать равными частями или сумма будет уменьшаться каждый месяц, зависит от условий конкретного кредита. Прежде чем брать кредит, обязательно проверьте, есть ли у выбранного вами кредитора специальное разрешение Банка России, лицензия или свидетельство. Изучите разные варианты. Когда подберете оптимальное для себя предложение, не забудьте узнать полную стоимость кредита со всеми процентами и платежами. А еще внимательно читайте договоры. Там много важного. Помните, что ваша долговая нагрузка не должна превышать 30% от вашего ежемесячного дохода, иначе вы сильно рискуете. Соблюдая эти нехитрые правила, можно успешно пользоваться кредитными продуктами без риска попасть в долговую яму.